Окрошка или шашлыки? Окрошка. Я не окрошку, не шашлыки. Я вообще ем салатные листья и вареные яйца в смятку. Запах, который ассоциируется с летом? Пионы, как ни странно. Самое яркое детское воспоминание? Балет-щелкунчик, который я увидела в возрасте 5 лет в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Какая ваша любимая ягода? Моя любимая ягода – это клубника. В чем лучше спать в жаркие летние ночи? Вы знаете, я всегда сплю обнаженная. Если весна – пора любви, то лето? То лето – пора жары в любви. Почему у детей летние каникулы есть, а у взрослых нет? Вот на этот вопрос мне очень сложно ответить. Но у меня ни разу за всю мою творческую карьеру не было такого, чтобы я могла позволить себе целый месяц отдохнуть. Чем занимаются в лагере для взрослых? Я, к сожалению, просто не знаю. А, ну знаете, да, поспать – это неплохо. Какие планы на это лето? Вы знаете, продвигать мое шоу «Одержимость», выпустить клип также. Ну, я надеюсь, что все-таки получится съездить отдохнуть. Мальдивы или Бали? Мальдивы, конечно. Мальдивы forever. Если на пляже все внезапно начнут раздеваться, я. Вы знаете, я раздеваюсь на пляже. Тогда, когда я отдыхаю на Мальдивах, когда я выхожу из виллы и понимаю, что я просто падаю в океан, и там на пляже никого нет. Какая песня ассоцируется с летом? Моя! Слезы моих бывших. Соленый вкус, слез моих бывших, в истории новой мне кажется лишним. Здравствуйте, здравствуй. Спасибо, что пришли сегодня к нам. Мне так приятно у вас всегда бывать, потому что вы одни из немногих людей, кто действительно говорят правду. Не только на Москве 24, но вообще в жизни. С которыми приятно. Разве это не опасно? Это? Правду говорить. Опасно. Опасно. И правду говорить, и самое опасное, это ее отстаивать эту правду. Поверьте мне, это не понаслышке. Могу вам сказать, что так и есть. Про человеческие отношения. Вот вы упомянули зависть. Вам кто завидует, вы считаете? Только балетные или... Нет, это общественность. Это в основном, конечно, женщины. Ну, я думаю, да, вот мужчины-то что будут завидовать? А вы знаете, мужчины тоже завидуют. Мужчины будут завидовать тем мужчинам, которые с вами, может быть. Это в первую очередь. Но еще, как ни странно, завидуют склады моего ума, умению общаться, умению грамотно изложить и донести свою мысль, умение общаться с людьми, с большой общественностью, с большим электоратом, я должна сказать, посредством и своего творчества, и своей концертной деятельности, и умения во время концерта донести любую мысль, которая мне интересна, которой я могу поделиться. Я могу сказать, что даже в мире политики я могла бы составить... Да, когда вы про электорат сказали, я так подумал, что через 6 лет вы не собираетесь выдвигать свою кандидатуру? Нет, я не собираюсь. А скажите, Евгений, вы считаете реально, что нечему завидовать? Есть чему, поверьте. Люди не могут простить успеха, красоты, свободы, независимости, умение оставаться самой собой, говорить правду, быть честно перед самой собой, потому что наш судья жизни, самый главный, это наша человеческая совесть. Умение заниматься любимым делом и исполнять его профессионально, быть в такой форме в 40 лет, конечно, и надеть на себя мини-купальник на Мальдивах. Это же мое дело, в чем мне купаться на Мальдивах. Но даже этим шпагатам и ножкам, конечно, завидуют. Почему больше женщины? Я же смотрю, кто пишет мне в той же Инстаграме комментарии. Я же, когда смотрю на эти рожи, прости меня, по-другому не могу сказать, мне все становится понятно. А у многих закрытые аккаунты с нулями, ноль публикаций, ноль подписчиков и одна подписка на меня, просто чтобы написать гадость. Сначала, Евгений, я очень сильно огорчала. Но потом, когда я поняла, что происходит и кто мне пишет, мне стало все ясно, и я понимаю, что я на правильном пути. Потому что особенно, когда речь идет о шпагатах, я вот даже сделала такую, ну как немножко провела аналитику по комментариям. Вот если я выкладываю какие-то фотографии с детками или концертные все, вот как, знаете, не то, что там ноль реакций, ноль эмоций, но все равно не такой ажиотаж. Как только фотографию я выложила на яхте в Крыму, вот летом у меня была, ну скажем, не так давно, да, у меня есть друзья, которые пригласили на яхту, но я как обычно в шпагате. Так вы знаете, этот шпагат за час набрал миллион просмотров. Почему вас это удивляет? Меня уже ничего не удивляет. Просто я отношусь к этому теперь с юмором, даже, вот знаете, с каким-то стебом. Потому что я думаю, мои хорошие, если вам больше нужны шпагаты, так будут вам шпагаты. Я этим шпагатом хочу уже Крымский мост объединить, представляете? Болочкова присоединила и соединила, да, две ипостаси. Вот о чём речь. Но я хочу, чтобы за меня говорила в жизни не громкость имени, а дела и поступки. Поэтому помимо шпагатов я умею делать и другие вещи. И если хотите шпагаты, и они вас так будоражат, то будут шпагаты, но пусть они привлекают внимание, эти шпагаты, к социальным каким-то проблемам, которые я тоже пытаюсь осветить. А женщины, те, которые пишут, понимаете, они как, ну, может быть, у них беда в жизни, может, их не любят, может, у них нет секса, нет любимого человека, им не дарят белые розы, им не дарят белые майбахи, они не живут в роскошном особняке, как я. Они как ещё представят эти шпагаты в постели с мужчиной с любимым. Так вообще же, там не то, что локти отглубят. Я думаю, что не только женщины, я думаю, что здесь больше мужчин. Ну и тоже. Ну так понимаете, я же должна этим дорожить и восхищаться самой собой, что да, у меня такая форма. И здесь нахуй, блядь!